Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение на сегодняшнее евангельское чтение называется «Отчего не хотят слушать Слово Божие?» Прекрасное зрелище представляет народ, окружающий Господа на берегу Генесарецкого озера. Необозримое множество людей окружает его, и каждый спешит подойти к нему ближе, каждый домогается не быть вдали от него. Для чего же? Чтобы слышать Слово Божие. Эти люди жили, как и мы, братья, в различных связях с миром, увлекались человеческими мечтами, желали более, чем нужно желать. Но вот открылся случай слышать Слово Божие, и сердца загорелись другим желанием. Окружали Господа так, что Ему надобно было сойти в лодку, несколько отступить от берега, и отсели преподавать Слово, жаждавшим слышать учения, и сел учить народ. Братья, отчего так мало мы слушаем Слово Божие? Слово столько необходимое для нашего спасения. Как объяснить себе эту странность? Блаженный, слышащий Слово Божие и соблюдающий Его, говорит неложное Слово от Луки 11, 28. Но согласитесь, что очень мало ныне слушающих Слово Божие, не говорю о творящих. Быть может, Слово Божие слишком уже известно нам, так что нечего и слушать, сомнительно, чтобы не сказать чего-нибудь более. Что если представляем себя много знающими, тогда как на деле слишком мало знаем? Еще чаще можно встретиться с такими из нас, которые точно много знают. Они знают единого на потребу. знают и то, что происходит на небе, за областями воздушными. Знают и то, что вскрывается в сокровенных недрах земли. Они знают только того, какова их душа. Жива ли она? Достаточно знают науку чисел, знают, как считать и вычитать, умножать у себя и отнимать у других, определять ряды вероятного и доходить до несомненных выгод. Но не знают, не соображают, даже не думают, до какой суммы возросли душевные долги их, какую монетой придется платить за них на том свете. И как можно было бы расплачиваться за них здесь? Понимают науку жить с людьми, знают, через кого и как избавиться от неприятностей жизни, навлеченных их же грехами. А знают ли, как надобно спасать свою душу? О том не спрашивай. Опасности жизни христианской, о которых так много говорит Слово Божие. Средство предостерегать душу от пожара страстей, о чем так часто и много учит Слово Божие. Участь нераскаянного грешника за гробом, которую в таком ужасающем виде изображает Слово Божие. Все это такие предметы, до которых едва ли когда касались они мыслью, тем менее сердцем. Какое несчастное положение! Нам сказано, о горнем размышляйте, а не о земном. Земные сокровища не пойдут за ними в вечность. А если пойдут, то при наших страстях к ним, на нашу погибель. Достаточно ли все знают это? По крайней мере, столько ли, чтобы не жить для одной земли? Некоторые говорят, что они оттого не слушают Слово Божие, что оно скучно. Божие, и Твое Слово нам скучно, и Ты, Который весь сладость, весь свет, весь жизнь, и особенно для нас, израненных грехами, и Ты из глагола у нам Слово, которое скучно для нас, где же после того утешение наше? Где свет для нас? Каких истин, светлых и интересных для ума, отрадных и назидательных для сердца, не откроет вниманию нашему Слово Божие, если бы только внимали мы Ему? Заключая в письменах своих ум Божий, какое неистащимое богатство сведений оно должно заключать в себе. Много требований от разных сторон Духа нашего может быть предъявлено, но на все требования нашли бы мы ответы, наставления, указания в Слове Божьем, если бы только искали. Но что важнее всего, в Нем изображены истины те именно, которые необходимы для спасения нашего. В Нем написано то самое, без чего Духу нашему жить нельзя. В Нем изображены основные законы самого Духа нашего. Слова, которые я говорю вам, суть Дух и жизнь. Иоанна 6, 63. Так говорил о Слове Своем Сам Господь. Глаголы Его сообщают жизнь, без которой нет и жизни. Глаголы Его одушевляют Духом, без которого Дух наш земля и плоть. В Нем, в Слове Божьем, источник утешений, истина оживляющих сердце. В Нем источник света истинного, который никогда не наведет какого-либо мрака на мысль нашу. Как сладки гортани мои слова Твои, лучше меда устам моим, взывает святой царь и пророк Давид. Закон Господа чист, пребывает вовек, и, следовательно, никогда не может быть сочтен за ненужный. Заповедь Господня светла просвещает очи, и, следовательно, всегда спасительна для омраченного взора нашего. Подумайте же, можно ли назначить предел изучению Слова Божия, когда оно есть закон для беспредельного Духа нашего? Подумайте, правду ли говорят, что Слово Божие скучно слушать? Итак, вопрос наш остается еще нерешенным. Отчего, повторим опять, мало слушают Слово Божие? Оттого отвечают другие, что нехороши проповедники Слова Божия. Что же это значит? То ли, что проповедники Слова Божия не красноречивы? Положим, что это и правда. Но правда ли, что оттого не слушают Слова Божия? Конечно, никто не отречется от того, что Павел Апостол был проповедник сильный. Проповедник, проповедь его приобрела Христу миллионы язычников и весьма много иудеев. И однако ж, тот же сильный проповедник не для всех казался способным проповедником. Одна и та же проповедь его о кресте, которая для спасаемых была премудростью Божию, для многих казалась безумием. Одна и та же проповедь его, которая для многих была силою Божию, для других была соблазном. Видите, проповедник самый лучший, а проповедь не всем нравится. От проповеди бегут очень многие. Дело очевидно, не виноват проповедник. Но не виноват этот проповедник. Виноваты ли другие, которые, быв не способны сообщить проповеди занимательность? Проповеди заставляют не слушать проповедей. Братья, не забудьте, что мы говорим о проповеднике Слова Божия, а не о мирском ораторе. Не забудьте, что сила слова христианского в нем самом, в его силе и духе, а не в украшениях сторонних. Образец вам для слова христианского апостола Павел. Проповедь моя, говорит он, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. 1 Коринфянам 2,4 «Потому, ища красноречия в проповеднике, вы ищете несущественного, и не ищете того, что прежде всего надлежало бы искать. Слушайте Слово Божие в том его виде и для той цели, какой и для чего дано оно, и вы не останетесь без пользы». Чтобы показать вам, как мало оправдывает вас извинение некрасноречием проповедника, указываю на тысячи сердец простых, которые с назиданием глубоким слушают некрасноречивого проповедника, для которых самая простая песнь церковная много говорит и уму, и сердцу. Присовокупите к простоте, простого сердца покорность верховному вождю, пастыре. Тогда увидите, что не в проповеднике вина тому, что не слушаете спасительного Слова Божия. Где же причины тому, что мало слушающий Слово Божие? Не в том ли, что слишком много дел земных обременяет жизнь нашу? Правда, жизнь земная много требует для себя забот, много отнимает для себя времени. Правда и то, что никто не должен считать незаконными занятиями, требуемых званием каждого обязанностями состояний. Каждая в чем, кто призван, в том и пребывай. Но правда ли то, что именно занятия препятствуют слушать Слово Божие? Уже ли в самом деле какое-либо благочестивое занятие не оставляет вовсе времени заняться Божиим? Ах, братья, того быть не может. Быть не может, чтобы какое-либо дело доброе мешало другому делу. Кроме того, у христиан есть воскресные и праздничные дни, свободные от житейских занятий, в которые удобно заняться Словом Божиим. Шесть дней делай, а седьмой Господу Богу Твоему посвящай. Так сказал Сам Господь еще тогда, как давал закон для иудейского народа. Один день отделил для себя Господь и шесть оставил для дел житейских. Вот распределение времени, на которое не жаловался и не имел причин жаловаться даже жестокосердый иудей. Седьмой день – неприкосновенный день покоя. Что же делают христиане в седьмой день? Где они? Чем заняты? В храме ли, чтобы слушать чтение и пение священное? В доме ли Божьем, чтобы поучаться в законе Христовом? Как проходит у них время после времени богослужения? Увы, и одного дня в друге не хотят уделить для спасительного размышления о Господе. И один день отнимают у Господа и закона Его. Спрашивать ли после того, занимается ли исповедующее имя Христово словом Христово минуты свободные? В продолжении шести дней некогда, говорят, неправда. Спросите совесть, и она вам укажет на часы, даже целые дни, проведенные в праздности, в рассеянии. Если ни в чем-либо хуже того, творить грехи достает нам времени, мы каждый час их творим. А врачевать душу погибающего греха нет времени. Братья, ни для чего выдумывать нам извинения грехам нашим. Ни Слово Божие, ни занятия жизни, ни причины тому, но так мало мы слушаем глаголы, что так мало мы слушаем глаголы божественные. Причины тому в нас самих, в наших страстях, в нашем нерадении, ко спасению душевному. Из бесед Филарета, архиепископа Черниговского. Аминь.